За круглым столом священнослужители из Мелина, Красной Горбатки, Вязников, Гороховца, Мурома, преподаватели Православного Духовного Училища имени Патриарха Пимена, учителя и сотрудники Православной Гимназии имени преподобного Ильи Муромца, преподавателями Волгу. Вопросы для обсуждения касаются жития Сергия Радонежского, дубль Радонежского, и его вклада в становление и объединение российского государства, а также культурного наследия, основанной им Троицей Сергиевой Лавры. И, конечно же, одним из значимых направлений работы региональной научно-практической конференции является вопрос нравственного воспитания молодежи. Это начало целого блока таких духовных, серьезных, воспитывающих мероприятий, иначе смысла, наверное, нет просто так встречаться. Нам очень важно, чтобы участвовало в подобных мероприятиях наша молодежь, студенты, и мы слышали, что следующий этап – это выступление с тематическими докладами наших студентов. Ориентация современного общества на истинные ценности, толерантное отношение к переменам, происходящим в социальных процессах, возможность религиозной идеологии стать государственной в современной России. Темы для докладов назрели для современного общества исторически. И все они, так или иначе, касаются повышения уровня религиозной культуры среди молодежи. Традиционное пожелание, без которого не может состояться настоящий специалист, то, что недоступное душе непонятно разуму. То есть мы должны, наши молодежи, безусловно, привить понимание, прежде всего и объяснить, и привить понимание и духовности, и православие, так, чтобы это было не только на уровне разума знаний каких-то дат, знаний каких-то событий, но чтобы действительно это прошло через сердце. На региональной научно-практической конференции было принято решение выступить с докладами по обсуждаемым темам как перед студентами Муромского института, так и перед воспитанниками духовной семинарии и учениками православной гимназии, а также опубликовать их в материалах ежегодных уже седьмых Зворыкинских чтений. Муромского института